Приветствую вас друзья. Сегодня поговорим о Пересопницком Евангелии, которое написано на западно-русском языке и является признанным историческим документом. Точнее не написано, а переведено, с церковно-славянского языка. Тем временем, украинские историки утверждают, что слово Украина, переводится как страна. В этом Евангелие слово Украина упоминается регулярно. Вот мы с вами и выясним окончательно, что означало это слово в этой книге. Эта книга является очень важным документом, и на Украине это писание чтят с большим уважением. Написано это Евангелие в 1556-1561 годах. Именно на этой книге дают присягу и клятву все президенты Украины. Пересопницкое Евангелие является писанием Нового Завета. И в этом Евангелии очень часто фигурирует слово О Украина, написанное еще по-старому через звук АУ. Это Евангелие переведено с церковно-славянского языка, и с этим фактом не спорят и на Украине. Церковно-славянский язык, до сих пор используют на служениях, в православных храмах. Там есть такой текст, цитирую, «Он пришел в О Украины иудейские». И для того, чтобы понять, что означало слово Украина, в 16 веке, мы с вами можем просто взглянуть на оригинал, то есть на то самое Евангелие с которого, было переведено Пересопницкое Евангелие. Ну что же, смотрим. Я думаю вам хорошо все видно, без перевода, там написано, что он пришел, в пределы, иудейские. Я думаю, что значение слова «пределы» все понимают. Но покажу на всякий случай смысл, этого слова. Также некоторые историки на Украине, утверждают, что Украина переводится как «Земля». Давайте для этого мы с вами, более подробно посмотрим на Пересопницкое Евангелие. И вот первый пример. Вы видите текст, где два раза написано слово «Земля», и там же есть слово «Украина». Слово «Земля» там вообще часто фигурирует, вы это можете видеть сами. Значит это были два разных слова, и с разным смыслом. А теперь переходим к версии со словом «Страна». Смотрим. Я думаю вы заметили, что слово «Страна», в Пересопницком Евангелии тоже есть. Получается, что это все разные слова, и с разным смыслом. Выходит, что дословный перевод слова «Украина», согласно этой же книге, это пределы или область, пределы также могут восприниматься как приграничная территория, согласно словарям. Ссылка на это Евангелие будет внизу под видео. Изучая эту тему, я встретил и неофициальную версию о том, что Пересопницкое Евангелие переведено с Польского Нового Завета. В этом случае мы также можем посмотреть на Польский Новый Завет того же времени. Для примера возьмем книгу Нового Завета на польском языке, изданную почти в то же время, а именно в 1556 году. И возьмем несколько примеров в Пересопницком Евангелии, где указано слово «Украина». Давайте взглянем. На первой картинке хорошо видно слово «Граница», это понятно и без перевода. На следующей картинке видим то же самое. И на третьей картинке мы тоже видим слово «Граница». Напомню, эти книги являются, фактически историческими ровесниками, и написаны они в одно и то же время. Но давайте ради интереса, просто исключительно ради интереса, согласимся с той версией, украинских историков, о том, что слово «Украина» тогда переводилось как «страна». Ну и прочитаем текст Пересопницкого, Евангелие в соответствии с этим переводом. Получается следующий текст, цитирую, и приходит он в страны. Иудейские. Уважаемые зрители, вопрос к вам, заметили ли вы в этом тексте, несуразность? Кто-нибудь сможет объяснить, как можно прийти в страны, иудейские? В страну, в одну страну, иудейскую прийти конечно можно, но как можно прийти сразу в несколько стран. Но давайте еще раз вернемся к той версии, что слово «Украина» переводилось как слово «земля», и в этом случае давайте взглянем на ипатевскую летопись, где впервые было упомянуто слово «Украина», и что же мы видим? Прямое слово «земля», там употребляется чуть ли не на каждой второй странице. Я думаю для многих из вас, кто досмотрел это видео до этого момента, вопрос о значении слова «Украина», закрыт окончательно.